Мы поговорим о теологии в РХГА. Прежде всего хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья, что теология в РХГА в Светском ВУЗе имеет прежде всего светский характер, потому что сейчас теология входит в перечень светских специальностей Высшей Ассоциационной Комиссии Российской Федерации. И мы сегодня поговорим с Игорем Николаевичем Зайцевым, который будет академическим руководителем магистрской программы «Современная теология», а также он возглавляет кафедру теологии в РХГА. Игорь Николаевич, вот тот разворот теологии, который наши обучающиеся и бакалавры, и магистры, и, может быть, аспиранты будущие, с которым познакомятся они в нашей академии, чем это отличается от классического духовного образования, и чем это отличается, может быть, от возможных вариантов в других вузах России? Спасибо большое, Кирилла Александровна. Ну что ж, я бы остановился здесь на двух, может быть, трех моментах, по возможности коротко. Прежде всего, как вы справедливо заметили, это хотя и теология, но все-таки это светская дисциплина. И я помню, что когда она только была введена в аквам, была очень широкая и бурная дискуссия, а существует ли такое на самом деле. Вот, может быть, это деревянное железо, которое невозможно, в принципе, по определению. Вот, и на день сегодняшний, ну, с точки зрения формальных структур, найден такой компромисс, что это светская теология, но все-таки делающая акцент на какой-то конкретной религиозной традиции. Может идти речь о той или иной динаминации христианской, какой-то конфессии христианской, может речь идти об исламе, ну, то, что вот на практике существует. И здесь ситуация немножко разная на разных уровнях образования. Если на уровне бакалавриата, программа, в общем, довольно близка к такой традиционно православной системе образования. Хотя, сразу надо подчеркнуть, что в чем, ну, совершенно точно практическое отличие от системы семинарий и академий, мы предлагаем гораздо более фундаментальное гуманитарное образование. Мы не предполагаем и никаким образом не стимулируем своих выпускников работать, так сказать, служителями церкви. Вот, личный выбор остается личным выбором, да, но это не воинское училище, которое заканчиваешь и должен стать офицером или священником. Вот, поэтому тут так, на уровне бакалавриата это все-таки программа достаточно близкая по своему духу и содержанию к такому традиционному православному образованию. Но чем выше мы поднимаемся, тем больше мы добавляем и глубины фундаментальной, и также, как сказать, добавляем междисциплинарности. Потому что важное отличие, скажем, нашего учебного заведения от некоторых других заведений, которые тоже светские предлагают похожее образование, состоит в том, что мы с самого начала помещаем студентов в междисциплинарный контекст. То есть, грубо говоря, очень часто в аудитории находятся одновременно и теологи, те, кто учатся по программе теологии, и лилиговеды, и философы, и то, что они должны обсуждать одни и те же тексты, одни и те же проблемы, дает такой сразу стереоскопический взгляд на проблему, и это наше преимущество и наше завоевание, если угодно. Это то, что нас отличает на всех уровнях теологического образования. Ну и последнее, что еще подчеркну, мы рассматриваем теологию как дисциплину, фундаментально исторически и теоретически, логически, связанную глубочайшим образом с философией, поэтому это у нас две программы существенно связанные. Вот это дает необходимую глубину при изучении, при научной работе, ну и, собственно говоря, тем самым мы выходим, мы постепенно вырабатываем некоторый новый смысл теологии как светской дисциплины. Вот, потому что это пока еще, повторюсь, окончательно нерешенный вопрос в нашей стране, и, ну, в общем-то, здесь каждое учебное заведение идет своим путем, наш путь вот таков. Так я бы кратко ответил на ваш вопрос. Спасибо Игорю Николаевичу. Я напомню, что автором вот этого интересного нового теологического разворота в Академии был Дмитрий Кириллович Богатырев, ректор, он сегодня тоже у нас в студии. И сейчас будет третий набор на вот эту программу «Современная теология». Уже два набора было, и действительно, особенность этой программы, что можно обучаться параллельно и по программе «Современная философия», получить как бы двойной диплом. Но здесь я хочу сказать о том, что вот эта конфигурация, о которой Игорь Николаевич сказал, что по существу эта программа междисциплинарная. Наверное, отчасти можно сказать, что программа и межконфессиональная, потому что мы знаем, что среди наших магистрантов есть не только православные, но и католики, и протестанты. Дмитрий Кириллович, как вы задумывали вот эту междисциплинарную конфигурацию, какие задачи ставили при формировании такого рода очень важной, инновационной, наверное, исключительно актуальной в современном мире программы? Ну, как я задумывал, вы уже сказали все, поэтому я не буду это повторять. Я хочу сказать, что одно дело задумка, другое дело ее фактическая реализация. И поскольку действительно мы уже три года пытаемся в этом направлении что-то делать, в направлении современной теологии, замысел наш не радикально, но тактически трансформируется. И вот сейчас новый учебный план, который как раз Игорь Николаевич разрабатывал, он, мне кажется, в большей степени соответствует вот этому названию «Современная теология». И она является не то чтобы межконфессиональной, все-таки мы сохраняем православный бэкграунд как ключевой, она является скорее компартивистской теологией, потому что изучать современную теологию невозможно, если не брать таких там мыслителей, как Бальтазар или Карл Барт или Пауль Тиллих, потому что все-таки классика православной мысли – это там, несколько в глубине. Понятно, что у нас есть неопатристика, вот отец Георгий Флоровский, Владимир Лоцкий и так далее. Это тоже современная теология. Это тоже современная теология. Так что скорее вот такой компартивистский компонент. Еще я бы вот хотел отметить такую позицию, ее, по-моему, Игорь Николаевич недостаточно так вот ясно выразил, я бы даже заострил. Такие курсы предполагаются, как вот феминизм или политическая теология, трансгуманизм, ну, по крайней мере, элементы курсов. То есть это самые актуальные вызовы, перед которыми христианская мысль стоит сейчас там, ну, начиная с Маркса, с Дарвина. И очень часто современные богословы, ну, такие традиционные, хорошо знающие, например, догматику, патристику, они не могут ничего сказать человеку вот по этим важнейшим компонентам. А теологию сейчас не изучают в монастырях, не только в монастырях или духовных школах. Теолог должен быть, ну, востребован в мире, он должен вот эту миссию нести, ну, о которой нам и сам Иисус Христос говорил, и апостол Павел многократно об этом говорил, что, ну, вот, мне кажется, вот эта программа, она вот сможет действительно давать ее выпускникам, помогать ей выпускникам давать ответы на острейшие вызовы современности. Вот, и в этом, мне кажется, ее тоже большая заслуга. И, конечно, особенностью вот этого года является то, что у нас бюджетные места есть и на дневную форму, и на заочную форму, и довольно много бюджетных мест. Ну, соответственно, отбор мы планируем тоже проводить по этой позиции. Да, и как вот Кира Владиславовна сказала, совершенно верно, разные люди могут учиться на программе. Конечно, мы приветствуем, когда выпускники духовных семинарий, академии у нас продолжают обучение, но Архагас, светский УЗ, мы работаем в соответствии с законом. Если приходит человек к нам и хочет учиться на теологии, но он говорит, что я там не принадлежу какой-то церкви или конфессии, мы показывают соответствующие результаты, мы просто не имеем права ему отказать в приеме. То есть, вот как бы наши двери открыты, хотя я понимаю, что теология, все мы понимаем, такая специфическая сфера, что человек, не заинтересованный в этой проблематике, он не будет свое время тратить, конечно. Ну и потом вот это вот решение, я вот завершаю уже ваш вопрос, как оно принималось. Ну вот часто мы и беседовали, и с руководством церкви, как-то вот митрополит задавал вопрос, ну а вот в чем специфика? Ну вот мы решили не дублировать программы духовных школ, потому что, ну, все равно православная теология в МДА или в СПБДА лучше, лучше, чем в Архагас, скажем так, просто в силу конфессиональной, если делать акцент именно на конфессиональности. Поэтому вот мы решили свою нишу такую вот найти, ну, дай бог, если кто-то сможет повторить, так что вот так вот и в этой междисциплинарности, о которой говорил Игорь Николаевич, в принципе, это же методология всех программ Архага, всех в этот междисциплинарный подход, поэтому мы в данном случае полностью находимся в контексте той идеологии, которую мы на протяжении 33 лет успешно реализуем в области образования. А я хочу добавить, что часть учебных материалов, я имею в виду лекции, открытые лекции, опубликованы на канале Архага, вы можете посмотреть какие-то видео и посмотреть, убедиться, подходит ли вам такой формат образования, такая междисциплинарность. И действительно, нужно сказать, что процесс обучения в Архага сопровождается очень интересными событиями в научной сфере, у нас очень много конференций, пожалуйста, не забывайте смотреть на нашем канале.